Привет ребзя, в сотый раз, в юбилейный сотый раз, ааа, бал, подожди, подожди, деть, обалдеть, в сотый раз ваша любимая рубрика в эфире, смотрим ваши классные работы, выясняем кто голубь и кто памятник и хорошо проводим время, сегодня попробуем работу посмотреть побольше и при этом ролик особо не затягивать, открыли, похвалили и пошли дальше, такой план, поэтому пельмешку в рот, ставьте коммент, пишите лайк и погнали. Погнали, все горит, работает, Александра, знакомая фотография сегодня, Саша нам прислала порванную строку, нарвалась на мошенников, сама виновата, конечно сама виновата, строку-то порвала кто, они или ты, конечно сама виновата, так, что у нас тут, сетка есть, сетку такую взяла, где попробует разберись, где тут колонка, где тут отступ, как ты, вот смотри, вот у тебя, во-первых, ты мажешь, надо же уже целиться, во-вторых, как будто бы надо было поставить так, но нет, это же белый отступ, а заканчивать по-хорошему надо колонкой, то есть вон куда надо тянуть, ну во-первых, ты мажешь, и что ты мажешь, и тут что-то поставила как-то не по сетке, и тут, о, так ты пельмешки вкусные, наверное, делал, о, вообще мазила, ты, наверное, делаешь отличные пельмени, тяп-ляпы готовы, и тут что-то мажешь, и тут вот, ну, тут закончи, тут поставь, вот тут поставил, а куда улетело все, и карточки вообще, о, как ты мажешь, ты с тобой в морской бой играть, наверное, одно удовольствие, был бы твоей бабушкой, вообще по кд просто, Давай в морской бой, надоели твои загадки, давай в морской бой Так, а что с отступами, смотри, у тебя были такие широкие отступы, ладно, океешки Потом ты их уменьшаешь, как будто бы контенту мало места Ты говоришь верстальщику, уменьши отступы Нормальный план, а потом ни с того ни с сего отступ снова стал шире Почему? Во-первых, ты себе сделала лишнюю работу, увеличивая этот отступ Ведь он сам больше не стал, это ты ввела какое-то значение А во-вторых, верстальщику нужно будет, а как будто еще пропорции карточек разные Во-первых, верстальщику нужно будет снова увеличивать отступ Которую не надо было бы второй раз менять А во-вторых, пропорции карточек как будто бы другие Тут сколько? 293, а здесь 305 А почему другие? Ты себе придумала лишнюю работу Во-первых, себе, ведь смотри, вместо того, чтобы тут что-то делать с нуля Как будто бы, ты просто берешь вот эти карточки, оборачиваешь каким-нибудь контейнером И потом просто тут ставишь Вот смотри, я сейчас поставлю вот эти планшетные карточки Посмотри, насколько они изменятся И высота разная, и ширина разная Так ты еще и лысину раздраконила Непропорционально, нельзя так делать, нельзя раздувать людей Во-первых, ты себе придумала лишнюю работу Во-вторых, верстальщик что-то тут делает какие-то новые отступы А так не надо было бы Он вот это бы сверстал и сюда бы вставил Так и ты бы то же самое Ты вот это вот сделала и сюда вставь Зачем ты делаешь новую ширину, высоту, отступы? Людей драконишь Нельзя так делать М-м-м Что-то пустоты какие-то Зачем? Вот тут вот такие пустоты Смотри, вот тут вот есть оправдание Почему здесь такая огромная щель? Почему такой сквозняк? Потому что рядом стоит карточка В которой много контента И чтобы не было вот такого недоразумения Когда рядом стоит карточка побольше и поменьше Ну уж некрасиво, когда такая дырка Мы вот эти карточки растягиваем Потому что сосед есть, из-за которого растянули Тут соседей нету Эти карточки можно сделать вот так вот И сэкономить место Во-первых, не будет дыр Во-вторых, следующий контент раньше придет А чего это? А IBM что, больше денег занес? Почему вот этот логотип настолько больше, чем сосед? Надо их уравновесить Чтобы они были плюс-минус из одной песочницы А то как будто бы кто-то больше денег занес Вот это как вот тоже конский Либо их уменьшить, либо увеличить Вот смотри, сейчас как будто бы стало плюс-минус одинаково А тут какой-то IBM огромный Как будто бы он занимает аж две ячейки А ты еще и белым цветом Ну это блястяще Нельзя такие объемы писать просто белым Это же просто белый White Одни эфки Нельзя так делать Вот смотри, тоже сайт с темной темой И большим объемом текста снижаем насыщенность Чтобы не были текстовки все белыми Белым можно что-то выделять Оно тогда выделяется А большому объему текста снижаем насыщенность То есть делаем не белым, а каким-то с оттенком фона И читать такой текст проще А когда у тебя все белое, глаза начинают болеть Очень-очень тяжело смотреть на чистый белый на цветном фоне Очень тяжело 599 С такими попаданиями в красивые числа в лотерею даже не пробуй 600 Ну поставь 600 У тебя же вот тут вот справа или слева Нет какого-то текстового блока Который состоит из автолаяута И вот эта вот фотография не зависит от высоты Вот этого текстового блока А тут высоту ты сама выбираешь Ну так сделай красивое число 600 Тут что? Почему? 400? Где? Ну вот же оно 400 Смотри, какое красивое число И тут надо оставлять 400 Во-первых, почему 313, а не 300 Или 320 Или 310 Почему такое некрасивое число? На 10 не делится На 4 не... Да даже на 2 Но никогда не поделится Это во-первых Почему ты вообще уменьшаешь? Сделай тоже 400 У тебя же здесь не какой-то фотография людей Которые вот если обрежутся Вот если бы это был какой-то коллектив Например, где-то на какой-то вечеринке И вот эти вот крайние ребята Они обрезаются Но это же просто какая-то абстракция Ну обрезаются и обрезаются И хрен бы с ним Но вот в такой малюсенькой фотке Ни хренулечки не видно 189 Почему не 190 или не 200? Почему бы в принципе не оставить 400? Во-первых, не будет никакого медиазапроса Хотя когда пропорционально уменьшаешь Тоже как будто бы его нет Но в маленькой фотографии Ни хренулечки не видно Ну что тут можно разобрать? Какие-то муравьи там стоят А оказывается это люди И тут тоже Что? 137 400 ставь И тут вот можно даже поставить От края до края Без этих отступов Тут тоже по большому счету Можно делать от края до края И даже закругление убрать Вот где оно там Тут будет 0 А тут будет 480 Тут будет 0 А тут 360 Вот и выровняли Потом текстовки Пошли тексты Не надо делать белыми Глаза будут болеть Побереги глаза Тебе еще в морской бой играть Ну Нижнем Новгар Это третий монитор Нужен Не влезет Надо сразу предусматривать Длинный заголовок Потому что Ну для портфолио Вот это одно Но если это живой сайт Как потом вот это вот продвигать Если регион не указан Большой вопросик Ну это ладно Вот эта вот пустота Она как будто бы Здесь все поделила Как после развода Это влево Это вправо Как будто вот эта кнопка Вообще не является Главным призывом Вот у тебя как будто бы Главная конструкция Ну во первых Тут мертвецкая фотка Мертвецкие фотки В смысле пустые Когда никого нету К нам никто не приходит Нашими услугами не интересуются У нас вообще не бывает посетителей Такое прикольно Ставить в какие-нибудь Тренажерки Потому что люди стесняются Туда идти Там много людей Будут глазеть А когда видят Что пустой спортзал О пойду попозорюсь Тогда да А здесь наоборот Надо показать Что вот мастер сидит В ногтях ковыряется И рядом кнопоньку Оставить заявку Приходи Пользуйся услугами А тут кнопка отвалилась Как будто это не главный призыв А так второстепенно Ну какой-то там Обратный звоночек Хочешь Оставляй заявку Не хочешь Не надо Анимашки есть Это классно Но только Что-то они То влево То вправо Что-то как-то Как Причем без логики Подумал через одну Нет Оно вообще без логики То туда То туда Вот Как будто бы Только что выпускной отметили То налево То направо Фотки одной высоты Смотрится неинтересно Во-первых У нее нет анимашки У этих фотографий В этом блоке Все статично приехало Было бы классно Или внутри параллакс Прикрутить Или чтобы эти три карточки Приехали с разной скоростью Или как-то плавно Выровнялись в линию А во-вторых Сделать их разной высоты Или шириной Чтобы появилась асимметрия Потому что Оно как-то Это слишком шаблонненько Смотрится Угу Вот Классная большая фотка Это класс Это супер Но погоди Ну не это же Надо показывать В самой большой фотографии Всем все равно Как выглядят ребята Самое важное В тату салонах В барбершопах В сайтах портфолио Естественно фотографии Ведь фотографии Это услуги Посмотри как я умею Зацени Одну Вторую Десятую Двадцатую И пятидесятую фотографию А где Где фотографии Где услуги Ты продал тут Какую-то мертвецкую фотку Ну продал в смысле Ни хрена не продал Не сработает Мертвецкая фотка А потом нет никаких Вот просто какие-то услуги Наши ногти Наши ногти Наши глаза И все Это как будто бы Разделение по внутренним страницам Иди туда Иди туда Иди туда А где собственно Портфолио Где презентация того Что ты умеешь Ну ребята Из этого салона Нету этого Зато огромная фотография Тетеньки Которую маску напялит И кроме глаз Все равно ничего не видно Всем все равно Как ребята выглядит Самое главное Что они умеют делать Естественно Чем блок важнее Тем он должен быть выше У тебя может быть Портфолио дальше А ну вот есть какой-то Инстаграм И то у Инстаграм Это квадратные фотки А тут как будто бы Историки висят Которые через 24 часа позора И просто исчезнут Поэтому надо делать Инстаграм квадратный И лучше повыше Чем блок важнее Чем он выше Естественно Инстаграм Если там фотографии Надо ставить повыше Вот что мы умеем Зацени как классно И потом уже какие-то там Цены Какие-то услуги А что не кликается В крестик заставляешь целиться Почему он и не хлопается А ну вот хотя бы сюда Ну так Ты же вот в кнопке Делаешь не только текст кликабельным Но чтобы не целиться в текст Ты вот куда ни наведи Вся вот эта штуковина Нажимаемая И в факе Вопрос-ответ Естественно надо делать так же Вот нажал и развернулось Нажал, свернулось Цифры-то нажимаются Дивайдер потерял А и все И контактов нету Да, как приехать Это иди на другой сайт На другом сайте Смотри как на этом сайте добраться Такой себе план А тут вообще из центра Как будто бы выходит Да, анимашки Как будто бы Вроде прикрутились Но как-то не очень И кроме анимашек Хойеров Тут как будто бы И нет анимашек Ну как-то вот статично Очень тут бы По базовой линии выровнять Ну ладно Фоток нету Фотки, фотки, фотки Продает дом красоты Фотографии Иначе сюда девчонки Не прибегут Стоит какая-то Маруся И вот я Приходи ко мне Не, не так это работает Надо показывать фотографии Продают фотографии На сайтах портфолио Тату-сталонах Барбершопах И домах Красоты Естественно Фотографии А их тут нету Огромная фотография Клево Что есть такой блок Классный, панорамный Огромный, сочный блок Клево Ну нет Не так Надо же не людей продавать А их услуги А как ребята выглядят Всем все равно Главное Что они умеют Контрастик исчез Куда исчез За башкой видно Да, есть имя Есть подпись Должность Что она умеет Почему Абсолютно одинаково Это же подзаголовок И описание Где контраст-то Ну Вот у тебя просто текст Понятно почему Каждая строка Одним размером Но это же одна сущность А это совершенно другая Хотя бы уже не знаю Черненьким Или имя Или подпись Как-то надо разделять Контраст добавлять Их сделать Чтобы было удобно пользоваться Не заставляя людей Целиться куда-то Валюты нету 1800 Чего? Минут? А? Где валюта? Непонятно Фотографии Надо больше фоток Дальше Георгий Дозвонился с поздравлением Спасибо О, Георгий А ты чего такой лентяй? А детей как делать? Ну там же шевелить придется Причем контент Ты весь поменял Цифры слова разные Молодец Ну фотки-то Мы же из-за фоток Сразу обращаем внимание Тут лентяй какой-то Мимо проходил И тут одна и та же фотка И отступы А что 17? На 4 не делится Надо делать отступы Если это большие Какие-то отступы Между блоков Например Чтобы было кратно 10 Удобно работать А если маленькие Какие-то отступы То кратно 4 Это будет по фэншу И все тебя будут носить На руках Тут вон тройка Какая-то торчит Там что, неровно что ли? А? Почему тут? Понятно А чего вылетели карточки? Во-первых Почему они вылетели? Не по сетке Ты что, вместе с Сашей Пельмени лепил что ли? А? А во-вторых Где компонент? У тебя компонентов Меньше чем монголов На квадратный километр Там некоторые монголы Никогда в жизни Не видели монголов А у тебя еще меньше компонентов Мм Как ты так придумал? Причем карточки Это же компоненты Где-то ты нашел Эти фиолетовые чернила Ну нет Надо пользоваться компонентами Первый экран какой-то Слушай Ну что-то вообще развалюха Во-первых У тебя тут ленивая Ленивая жопка стайл Это во-первых Значения там тоже не очень Удачные Кнопки не компоненты Что ж ты такой Вот лентяй А во-вторых Ну первый экран какой-то Ну что-то вообще Как-то не очень современно Смотри Супер просто Рассказываю Оно А почему здесь Вот это вот все Ты что Хованского смотришь? Вот это Пока сюда Сюда Это еще Это сюда Кстати Не надо делать все Италиком Италик не для того Чтобы им писали Италик для того Чтобы выделить что-то Тут достаточно Вот первое слово Выделить Вот эту первую фразу И все Вот это в Италике Уже читать будет сложновато Тут много букв Они еще и все в капсе Режим блондинки Зачем-то Так Нам нужна фотонька какая-то Вот это Можно пока убрать Это отодвинуть Какую-то грязь убрать Чего у нас там Под скруглением Хлобы сюда 1920 же Правильно Вот смотри Поставили Хорошая Классная Фотка Хоба Так Что у нас Должен быть Какой-то заголовок Его можно сделать Побольше Ааа Не работает Так да Ну 1.7 Ну-ка 1.7 Тыщ Класс Тире надо Вместо дефисов Сетку помещается Нормас Потом вот это Есть какое-то выравнивание Которое стоит мимо сетки Поставь по сетке И вот по этой линии Потом можешь вставить Остальной контент Вот Потом фотку Смотри Большая Классная Сочная фотка Есть какой-то заголовок Вот это надо точно Не италиком Обычным написать Вот Потом готовые проекты Смотри Только проекты Другие надо Если там нужны Какие-то цифры Ну окей Взял их тут И поставил Есть и графика Есть и фотонька И будет хорошо Просто поставь Большую Хорошую фотку Без всяких Вот этих Непонятных Штуковин Ну это Ну это уже Супер несовременно У всех уже пятница У тебя тут в макете Еще 2014 Не-не-не Большие Классные Сочные фотки Смотри Супер просто Просто ставишь Большую фотку Панорамную В первом экране Или где-то попозже Но учитывая Что там проекты пойдут Значит где-то повыше Надо ставить Вот смотри Вообще супер просто Вот это Ну как-то уже Еще вот этот вот Полуобъем Псевдообъем Тут конечно Состаривает Все Давай пользуйся Компонентами По сетке ставь Поешь с Сашей Пельмешек И потом давай Расставляй все по сетке Чего вот этот блок Стоит не по сетке А смотри Берем И выделять же его нельзя Его же нельзя Просто в один клик Выделить Вот поставил по сетке Тут оказывается Не дотянуто Вот почему нет Возьми и дотяни Ну Делай большие Классные сочные фотки И разные фотки Разные фотки Совсем другой уровень Будет по восприятию Будет казаться Что вот тут дизайнер был А тут пока Лентяй Георгий Вот Георгий Смотри Если ты еще с нами На проводе И дальше смотришь Разные фотки И восприятие Всего макета Сразу совершенно другое Тут конечно неряха Какой-то все это делать Такой малюсенький отступ Побольше На соседней странице Вон какое все разорванное Надо как-то повторять Чтобы была какая-то логика В выравниваниях В отступах А тут как будто бы Вот один дизайнер Делал Тут как будто бы другое Тут вот третий Мимо проходил Тут как будто Контент по ширине контента Стоит От края до края По сетоньке А тут какая-то Лесенка появляется Разные ребята Делали разные страницы Тут что-то вот тоже В две колонки Одна второстепенная Одна основная А тут как будто бы Нет такого выравнивания Тут вот какая-то красная строка Как будто бы намекает Разные страницы Сделаны в разных Каких-то вот этих выравниваниях И нет вот общей Дружбы Между этими Всеми страницами Отступы разные Так, это вообще Кто это у нас тут такой И что там ребята написали нам Привет, работа пока в процессе Ага, понятно В процессе Ну смотри Тут вот у тебя отступ Сверху 120 Снизу 60 Смотрится нормалек А тут отступ у тебя 120 А снизу 110 А ты выравниваешь До стрелочек Почему Эти стрелочки Не влияют Ни на какое выравнивание Это выносной элемент Который стоит Вообще Не пойми где Мы же видим В первую очередь Вот этот отступ Посмотри Вот какую дырку мы видим Видишь Вот эту вот Огромную дырку А она совсем не такая Как вот эта вот дырка Вот эти элементы Стоят вообще Где-то на другом полюсе И никак не влияют На восприятие Если бы они были Вот тут вот Естественно Мы бы до них выравнивали Но они же вообще Вон где А тут вот какой Отступ Совсем не 60 От заголовка до контента 110 От заголовка до контента 60 От заголовка до контента 20 Почему Каждый раз по-разному Погоди У тебя шрифт с засечками Тут А у тебя Ты шрифт курсоры Проиграл У тебя Некликабельные Заголовки Которые куда-то ведут Карточки Не кликаются А у тебя И кнопки Не кликаются Ну не Это в угол Это сразу Сразу колобок На пересдачу У тебя тут вообще Полное Полное собрание Приключений Во-первых Кнопки у тебя Вертикальные Кнопки должны быть Горизонтальными Чтобы по Иксу было больше Чем по Игрику Делаем горизонтальное Горизонтальными Все кнопки должны быть Горизонтальными Если у нас Вот тут вот Куча места Бывает такое Что там уже есть Какие-то ребята И не особо Они хотят Чтобы кто-то еще Туда приходил Поэтому тогда Ну хотя бы делаем Квадратную кнопку Чтобы все вот эти Четыре отступа Верхние и боковые Были одинаковые Во-первых Ты тут проиграл У тебя сверху Сильно больше Чем снизу И все это надо Балансировать То есть выравнивать Не до контейнера А естественно Приподнимать текст Тут например 6 тут 8 Или тут 10 Тут 12 То есть снизу Должен быть отступ больше Чтобы текст Визуально поднялся выше Тогда без контейнера А мы контейнера На сайте не видим Мы видим как стоит текст Относительно рамки Неровно стоит Будет стоять ровнее Во-вторых Вот эти вот мелкие Детальки Всякие кнопки Ссылки естественно Надо использовать Без засечек Вот этот шрифт С засечками Это для большого Объема текста Какое-то описание Какая-то там информация Но не для кнопок Нельзя в интерфейсах Использовать шрифт С засечками Потому что он плохо Рендерится Нельзя в кнопки Засовывать Вот эти шрифты С засечками Еще отступы Смотри Тут такой отступ Тут такой Ну сделай так Чтоб одинаковые Отступы были И тут смотри Такой отступ Такой Нет Ты неряха Компонентики то есть Как будто бы есть Но не полностью Везде использую О карточки есть Компонентиками Карточки компонентики Что ты молодец Фотки разные Это тоже молодец Как будто бы Расставляешь Контент Интересно Пытаешься Но надо делать так Чтобы у тебя была Какая-то логика Если ты вот решил Вот такое вот у тебя У тебя там 40% Просто вспомогательная колонка А основной контент 60% А вторая колонка Так на всех страницах Такое должно быть Да какие-то блоки Ты можешь делать От края до края Запросто Но потом опять продолжать Вот этот вот контент Делать таким же образом Тогда будет понятно И во-первых Как это верстается Никто в отпуск не уйдет Потому что Ну как Вот так 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 Каждый раз по-разному Это надолго растянется А во-вторых Восприятие Восприятие страницы Будет совсем другим Будет понятно Какая логика И будет смотреться аккуратно Кто форму сделал Без кнопки А где кнопка? Что-то делаем 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 А что Вот эта кнопка Это как будто слайдер листать Нет Если бы фотки не было Тогда И вот эта штука стояла Где-то Ну вот тут вот Например Тогда как будто Вот мы все заполнили Заполнили И отправили Тогда да А тут ощущение Что этот слайдер Какой-то намечается Намеки у тебя На интересный дизайн Есть Выбирай шрифт Засечками Из мелких элементов Из кнопок ссылок Повторяй отступы Повторяй Выравнивание контента На разных страницах Чтобы была логика И будет добро Будет хороший Сайт С классными Сочными Интересными Фотографиями Да Фотки тут у тебя Конечно Выводят в первую очередь Это да Вот это вот Что такое Это радиокнопка Или это чекбокс А как понять Стрелочки нет Значит радиокнопка Но квадратная Значит чекбокс Вообще непонятно Где стрелочка А Галочка Фотографии классные И курсор меняй А то потом Наверстают тебя Хе А так классненько Фотки классные Интересно Пытаешься располагать контент Главное между собой Странички подружи И вообще будет победа Дальше с нами Татьяна Давно с нами Это клево И смайлик Какой клевый Хочет разбор получить Это тоже клево И стилистика С бордерами Да Клево Вот это вот место Клевое А вот тут вот Так не скажешь Тут бордеры Мешают контент Вот тут вот классно Эти бордеры Стилистически связали Все блоки между собой Воедино общей стилистикой И вот тут конечно С этим есть проблемки Потому что Во-первых Лесенка добавляет Неаккуратности Во-вторых Отступы разные Здесь поменьше Побольше Вообще марсианская впадина И в итоге все вместе Так на винегретила Этот бедный текст Который еще зажат Если бы вот этого не было В самом жирном месте А это же самое жирное место Открываем сайт И сразу взор сюда кидаем А тут вот это вот Надо прям разбираться Инструкцию к этому сайту Вот это вот место неудачное Чего не скажешь про это Вот тут вот вообще Офигенское Во-первых Есть контрасты Во-вторых Бордеры Только по бокам Они не мешают контенту А внутри тоненькие Секси дивайдеры Вот почему этот блок классный А тут секси дивайдеров нету Куда тут Кнопка потерялась Во классная кнопка Любая кнопка мечтает Чтобы ее заметили И странно что Одна и та же кнопка По-разному себя чувствуют На разных девайсах Сразу заметная Хочем нажать А тут попробует еще Заметь что это кнопка Зачем нужна кнопка Про которую никто не в курсе Что это кнопка Вот этот блок Как будто бы не отсюда Вот там вот дальше Во Вот стилистически Классно связан блок Тут есть и такая стилистика И бордеры И вот это вот все Между собой связано офигенно Это во-первых Во-вторых Изображения не мешают тексту А текст не заладит на изображение Чего не скажешь Вот про эти места Тут еще и текст По ховеру смещается Что ли Во-первых он становится больше Во-вторых сдвигается Неудачный ховер Если текст по ховеру смещается Это текст Который прыгает туда-сюда Ты на него наводишь А он еще сдвигается При этом Убегая от курсора Такая себе история Лучше чтобы текст Стоял на месте Цвет изменил Тенюха появилась Бордер какой-то Фотография зазумилась Или анимашка появилась Но не смещение И уж тем более Не увеличение текста Кстати Разные отступы В галереях А это собственно и есть Галерея на 5 карточек Отступы по иксу И по игреку Надо делать одинаковыми Стилистика классная Аккуратненько Даже вот красную строку Используешь Вообще классно Вот это вот место классно Потому что тут есть Вот эти секси дивайдеры Которые не мешают контенту И тут еще Контраст есть Классно Вот этот блок суперский Да Вот это хорошо Этот как будто бы не отсюда Тут кнопка потерялась Самая главная кнопка Самого вот этого Всего самого главного блока Она потерялась Вот эту штучку надо сдвинуть Правее Чтобы отступы со всех сторон Были одинаковыми А то как будто бы Не дотянуло Стилистика классная Вот классный блок Тоже хороший Аккуратный Клево у тебя получается Молодец Вот отступы внешне аккуратны Вот этот блок классный Тут две стилистики Подружила Между собой Смотрится классно За счет того Что изображение Текстом не мешает Возможно скругление Ну слишком огромное Потом на адаптивах Вылезет тебе боком Ой уменьшивая фотку Вообще ничего не видно Кто там Что там Можно скругление убрать И фотку увеличить А вот тут скругление Тебе вообще Палку в колеса вставили Вообще неаккуратный блок Как будто бы Верстка сломалась Как будто бы Верстальчику сначала Испортили настроение А потом он включил режим Мостя моя Будет страшна Но нет Вот это вот место Ужасненькое Ужасненько неаккуратно Вот из-за того Что у тебя текст Внутри вот этих Больших скруглений Как вариант Просто убрать скругление Просто убираем Скругление Даже можно вообще Целиком бордер убрать Наши услуги Текст, 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 текст Все Или вот эти Секси дивайдеры Тоненькие добавить И будет гораздо круче Чем вот это вот Такое вот огромное Скругление Которое просто мешает Если скругление мешает Ну либо мы его делаем меньше Либо вообще убираем его Кнопки слишком разные Тут как-то не по центру И как-то А что вот Смотри у тебя скругление есть Тут скругления нету Ну сделай скругление Чтобы было И тут Ну что-то Вот эту вот штуку Сделай Такую же форму Как и поле Вот Тут-то ты не постеснялась А тут зачем-то Видишь изменила И верстальчику Надо код писать А мог бы и не писать Вот этот чекбокс Выглядит неактивным Он слишком бледный Как будто бы Нельзя его нажать Как будто надо Стихотворение рассказать Чтобы он стал активным Ховера забыла Тут же надо показать В какой цвет Очевидно в синий Но вдруг Это не очевидно В верстальчику Вот это вот место неудачное И в первом экране Там конечно Винегретик Вот этот вот Разрулить бы И было бы хорошо Кнопку починить Вот эту стилистику Как будто бы подружить Может тоже Каким-нибудь Двум-трем карточкам Бордера добавить И все И ты подружила Эту стилистику С бордерами Вот этот блок Офигенский Вообще Просто потрясающий блок Классный Супер А у тебя здесь фильтр А еще Вот какой-то фильтр Еще вот эта штука Что-то там разворачивает Судя по тому Что эта штука большая Разворачивает что-то Коунское И если эта Коунская Будет еще больше Чем у То в первый экран Конечно надо разгружать Что ты тут На винегретил Вот хороший Понятный фильтр Как им пользоваться Все супер Получить консультацию Погоди Тут вот есть кнопка Которая относится К фильтру Мы что-то там Выбираем Выбираем И потом Применить фильтр А тут как будто бы Вот эта кнопка Тоже относится к фильтру Но у нее совсем Другой призыв Вот эти кнопки Ты между собой Соединил это В один призыв А вот эту кнопку Потерял Тут должна быть кнопка Которая относится к фильтру Потому что Если там будет Огромная Огромная база А судя по всему Что объявлений в городе Ну прям миллионы То Если это все будет Обновляться В онлайн режиме То есть ты что-то там Чекбокс нажала Или радиокнопку Пыльнула И у тебя сразу База пересчитывает Какие варианты Тебе нужно подтянуть То все будет подвисать И все будет тормозить Поэтому сначала Мы выбираем Выбираем разные настройки И только потом говорим Давай Грузи сюда Свои новые варианты Из этой базы И тогда там подвиснет Один раз на 2-3 секунды И приедут тебе Новые карточки А так Стилистика классненькая Молодец Получается хорошо Молодец Это кто так психанул Это кто нам Столько всего интересного Прислал Симеона Огромное спасибо Пожалуйста Первая работа Подойдет ли такая работа В портфолио Ребзя Ну конечно же Любая работа Подходит в портфолио Если там Ничего нет Очевидно же Первая работа Идеально подходит Для портфолио И вторая И пятая И может быть даже десятая А потом нужно просто Определиться Сколько у тебя будет работ 5, 10, 15 Потому что 20, 30, 50, 100, 200 работ Ни один заказчик Не будет все это рассматривать Это во-первых А во-вторых Когда ты добавляешь Сотую работу У тебя первых штук 80 Состарились на целое поколение Прям вообще Надо уже давным-давно Все менять Если ты не испортился Потоком клиентов Потому что есть дизайнеры Не будем показывать пальцем Которым не надо Обновлять портфолио Потому что Зачем? Чтобы другим дизайнерам Показать Я лучше что-нибудь полезное Запишу в ютубе Время потрачу на ютуб Или на какой-то контент На бусте Что-нибудь полезное Займучим просто Показывать картинки Для других дизайнеров Потому что заказчики И так уже Переходят Даже портфолио Не надо обновлять Личный бренд называется Вот А когда у тебя нет Работы в портфолио Любые добавляешь И вообще не мобазар Просто определись Сколько у тебя будет Штук 10 Например Тебе нормально Нормально Появилось 11 Из первых 10 Просто выбираешь Какая там морально устарела Или тебе максимально Из них не подходит Не нравится Если сам боишься выбрать Просто кидаешь пачку Кому-нибудь Ребята Подскажите Что тут лучше заменить И меняешь 11 добавил Потом 12 У тебя будет постоянно Обновляться портфолио Она всегда будет актуальным Поэтому первая работа Идеально подходит Тем более вот такая Где у тебя и контент разный Компонентики есть По сетке может даже поставил Ну тут вон по сетке попал Хотел я сказать Что аккуратная работа А потом вот сюда посмотрел А чего ты это не поставишь рядышком А погодите Погодите У нас тут тоже любитель морского боя Так ты ж мажешь по сетке Ну Смотри Вообще не попал Ты поставил фоновые Плашки по сетке А внутри как получится Так у тебя внутри Только вот этот отступ совпадает А все остальное вообще мимо Морской бой идем играть Вот тут хорошо Надо фоновые плашки Ставить например От края до края А контент Карточки или тексты Ставить по сетке Чтобы карточка была По колонкам Ну вот как напрашивается сетка Тогда она работает А когда ты делаешь сетку И все мажешь А у тебя эти карточки Не по сетке Эти карточки не по сетке Тут тоже как будто бы Форма к сетке не привязана Тут вообще мимо Тебе просто насрут по двери Поэтому иди меняй коврик Или Расставь по сетке А самый простой вариант Если вдруг вот такая сета Йовина случилась Ты вот столько всего сделал Сделал И потом чтобы не двигать элементы Не растягивать по сетке Ты можешь сетку сжать А чего? Ну вдруг вот тебе этот проект Еще нужно сдавать И ты уже узнал что Опростоволосился Ты просто берешь И сжимаешь сетку Чтобы у тебя колонка начиналась тут А крайняя заканчивалась тут Отламываем Заходим И тебе нужно колонки сжать Чтобы у тебя Во! Смотри У тебя теперь карточки Встали по сетке Блин Чуть-чуть не попадает Так не попало А так больше Да Видишь? Тогда придется вручную подтюнить Потому что такой отдавать версталечку тоже нельзя Видишь, на пару пикселей план бы не сработал Тем более, вот тут не попадает Да, надо карточки ставить по сетке в первую очередь Ну-ка, давай в футере Ctrl-Z нажмем и увидим, что еще и в футере мажешь Что сегодня за морской бой в эфире? Ребята, иллюстрации как будто бы сюда напрашиваются Да, это уже иконки, которые стали иллюстрациями Они слишком большие 60 на 60, 80 на 80, хорошие аккуратные иконочки А это как будто бы иллюстрации, но у них так мало графики А местами они еще разные по весу Объемный какой-то жирок А тут видишь, сдыхлик бессмеротный Как будто бы уравновесить по весу и было бы нормально Да, в сетку ты проиграл А так смотрится аккуратно Если сетку не включать, можешь сетку просто выключить Пусть сам думает, что там как-то Хороший макет, хороший, аккуратный И в сетку проиграл просто А куда фон делся? Серый, 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 а куда фон делся? Тут везде на выворотку сделал, а зачем? Карточки белые прекрасно бы оставались Ну делаешь серый фон, а потом белые карты Ну вот абсолютно так же, как здесь Зачем ты взял и все на выворотку? Ну что-то странное решение Ну в смысле, оно-то визуально не делает ни хуже, ни лучше Ни туда, ни сюда Но просто это лишняя работа Которая, во-первых, тебе пришлось сделать А во-вторых, потом еще она сама себя не сверстает Это лишняя работа Еще, кстати, не факт, что верстальчик обратит внимание А если не обратит, как будто бы и вообще и хорошо А так молодец В сетку научишься Надо карточки ставить по сетке И все будет добро Объем большой, да для портфолио оформишь Вообще красавчик Первая работа отличная Для портфолио в самый раз Да Кто это у нас такой сегодня толковый? Антон Толковый Занимается дизайном недавно Будет рад фидбэку Во, классное место Сразу в глаза бросилось Что есть эффект повтора И глазу приятно Один отступ повторяется И второй отступ повторяется между блоков И высота карточек повторяется Не так, что верстальчику приходится В каждом блоке придумывать новые размеры Новые стили заводить разные отступы Классно Вот эти блоки между собой повторяются И при этом не скучная копипаста А интересно расставлен контент Клево, молодец И в сетку даже попадаешь практически везде Вот в таких местах у тебя не хватает контраста Там в первом экране тоже как будто бы Тонкая-тонкая, тонкая-тонкая И черная-черная А вот тут, например Во-первых, почему оно стало жирным-жирным Или это полужирный? Да, полу-полу стало жирным-жирным Почему? Если было тонким-тонким Надо повторять стили Это во-первых Во-вторых, клево бы делать контраст Смотри, у тебя когда есть разный цвет Сразу клевенько смотрится Вот такие места можно делать секси-дивайс Видишь, такие тоненькие дивайдеры А у тебя и так черные не видно И это не видно А там, кстати, место было Какое-то белое Где белое? Во! Смотри, просто берем в непрозрачность Уводим 1-пиксельную линию И посмотри, какая она сразу становится клевая Секси И сюда тоже стилек такой добавил И смотри, сразу появляется контраст И секси-линия А тут, видишь, контраста нету И не секси-линия Вот если бы у тебя была стилистика Вот такая бордерная Как в одной из предыдущих работ Тогда, да Тогда вот эти линии сочетались бы с бордерами А раз такой стилистики нету Тогда спрашивается А зачем в принципе? Непонятно Вот, делаем секси и будет классно Это во-первых Во-вторых, контрастик И желательно сделать везде одинаково Если у тебя везде тонкое-тонкое То и тут надо делать тонким-тонким А в обратную сторону Везде сделать полужирным или жирным-жирным Не надо Потому что жирный-полужирный Должен использоваться для выделения А не для написания Если у тебя все тексты будут жирными-полужирными Читать будет не так удобно, как обычные А чего она развалилась на разные текстовки? Ну Тоже Хованского смотришь? Ну да, это же просто один стиль Ну в смысле А ты еще и ломаешь? Зачем тебе насрут по двери? Никогда не пользуйся вертикальным тримом Он в верстке не поддерживается Ни один браузер его не может поддержать Там какая-то только тестовая версия По-моему Safari Одна только тестовая версия Одного браузера Safari Все остальные не поддерживают эту штуковину Ее нельзя просто воспроизвести Вот как будет в верстке Понимаешь? В верстке работает вот так Если ты везде сделал Иди коврик убирай Тебе насрут по двери Нельзя вот эту штуку вообще использовать Я еще просто не опубликовал в общий доступ Ролик, где я про это рассказываю Про настройки текста Я все это рассказываю Это просто на Boosty не подписан Понятно Подписан бы был на Boosty Уже про это узнал на 3-4 месяца раньше А так-то, по идее Я, кстати, скоро этот ролик опубликую Настройки текста Типографика И там я про это подробно расскажу Вот эту штуку Вертикальный трим Нельзя использовать Во всяком случае Пока на сегодняшний день Эта штука не поддерживается браузерами Отступы будут совершенно другие У верстальщика отступ будет вот такой Видишь, насколько сместился один элемент Один А у тебя все элементы То есть все элементы сместятся на сколько-то И в итоге там наберется Пиксели 300-400 на целую страницу И все будет Если заказчик где-то слышал про какой-то там Pixel Perfect То у него поедут все отступы Вот у больших текстов сильно поедет Вот, пускай будет такой Вот, смотри Видишь, у тебя отступ Вон какой малюсенький А чего ты не поменялся? Enter Ну Вот, смотри Видишь, у тебя отступ какой малюсенький В смысле нулевой Его просто нету Нажимаем сюда И посмотри, насколько изменился отступ То есть вот этот текст будет стоять в верстке Где-то аж вот здесь Фотография вот здесь А этот текст Посмотри, насколько уже не совпадает с версткой Вообще нельзя использовать вертикальный трим Вообще Посмотри ролик По идее, когда ты смотришь вот этот фидбэк Ролик про эту штуковину Уже выжил и объяснил там То же самое Что использовать нельзя И где он может быть использован Не пользуйся Насрут под дверью Вообще никогда не использую Во всяком случае Пока браузера не поддерживают Нельзя Насрут под дверью В остальном хорошо получается Короткие длинные строки показываешь И не делай все жирным Полужирным Не надо Читать будет сложно А вот, кстати, популярный фейл Корзина Огромная Смотри Во-первых, все жирное Уже читать сложно Когда все жирное Жирный нужен для выделения Это во-первых Во-вторых, огромные дырки Из-за того, что у тебя Огромные фотографии Но зачем нам тут делать Огромные фотографии Ведь это Не страница товара Мы уже это добавили в корзину Мы уже были на странице товара Поэтому этот предмет Мы уже видели А в итоге Из-за огромной фотографии Которую ты сделал Непонятно для чего Мы этот товар уже Рассмотрели Мы уже согласились его купить И закинули в корзину Нам осталось только добраться Побыстрее до кнопки А ты из-за этих Огромных фотографий Видишь, кнопку куда-то отодвинул Далеко-далеко А мы наоборот Должны кнопку поближе И не дышать Чтобы ее поскорее нажали А в итоге Из-за огромной фотографии У тебя огромные дыры Все разлетелось Не надо такие огромные Мы уже видели Корзина Это не страница товара Это вот популярный фейл Который делают Многие новички Пока им не объяснишь Что в корзине Вот смотри У тебя же прекрасная Вот смотри Вот у тебя корзина Оказывается какая Может быть Прекрасная Потрясающая фотография По размеру Кстати пропорции Почему-то вдруг взяли И изменились Молодец Получается хорошо Научишься контраст Вот добавлять В таких местах Не писать жирным И никогда не использовать Вертикальный трим И вообще И дела пойдут в гору Зачем ты его используешь Нет Не надо Хе Кого это так наказали А главное За что В чем мог провиниться Человек Что он такого страшного сделал Что его вот так Заставили менять контент Илья Признавайся Что ты натворил Почему ты вот так Меняешь контент Кто тебя так научил Кто тебя так заставил За что У тебя есть карточка Во-первых Почему оно все такое огромное Двадцать Сколько Четыре Да Двадцать четыре Это подзаголовок Не надо так орать Подзаголовок Это вот сюда Вот это вот место Можно было сделать Запросто Двадцать четыре пикселя Вот так вот А это максимум Двадцать Максимум А то и еще меньше Семнадцать Где нибудь Восемнадцать Вот смотри Нормальный читаемый текст Вот теперь еще и Контрастик нормальный Вот это вот Очень громко Нельзя орать на людей Это во-первых Во-вторых В подзаголовке Должно быть что-то важное Имя Неизвестного человека Абсолютно бесполезная Никому не нужная информация Просто нет Никакого подзаголовка Ну так да Вот это во-первых Надо было сделать Ну сильно меньше В пятнадцатом Чтоб это было как приписка То есть вот это Должно быть основным Например вот это Сделали чуть больше Это даже не надо выделять Это вообще можно сделать Каким-нибудь сереньким Вот вот таким Чтобы акцент был Именно на том Что человек сказал Если нет никакого Вот такого контрастика Ну можно тогда добавить сюда Какую-нибудь иконку Кавычки Вот это вот И все И появляется сразу Какой-то контрастик Или добавить еще Куда-нибудь звездочки Чтобы как-то Внимание привлекали Или дату вынести Или дивайдер какой-то Но чтобы акцент был на том Что человек сказал Его мнение важно А не как его зовут Всем пофиг Кто это такой Если это не какая-то Известная персона Тогда наоборот Надо делать огромную фотку Смотри Какой-то там Сергей Зверев К нам пришел В нашу клинику Но это же не он Нет Вот тут конечно С акцентами Прям вообще намудрил Вот же у тебя есть норма Вот смотри Вот какой должен быть Вот тут стиль Во-вторых Смотри У тебя есть карточка В которой ты просто Перепечатал буквы Просто у тебя есть мастер Где-то там Главный мастер Относительно которого Куча всяких разных компонентов И в одном месте Ты Да У нас так не получилось Потому что это не мастер Но в одном месте Если бы это был мастер Мы изменили И отреагировали бы Все карточки В одном месте Через одно место В этом смысл компонентов В этом же смысл компонентов И свободного времени А тебя вот что заставили сделать Ты все карточки Сделал отдельными мастерами И меняя что-то В одной карточке У тебя остальные карточки Вообще не отреагируют То есть тебе придется Вносить правку В каждую карточку И спрашивается Зачем тогда вообще Ты вот это сделал То есть ты вот на вот это Вот потратил Кучу-кучу времени Все это организовать Там Создать эти варианты Обозвать Свойства настроить А этим пользоваться нельзя Нельзя Оно не работает У тебя же карточки Не привязаны друг к другу Вот смотри Давай мы в одном месте Возьмем Вот так вот сделаем Сожмем Где-нибудь что-нибудь Обновилось Нет Потому что это все Отдельные мастера Ты неправильно пользуешься Своим Не компонентами А в первую очередь Своим свободным временем Это во-первых Во-вторых Компоненты же можно Уменьшать Смотри у тебя Одна и та же тетенька Вот она Да 420-470 Почему ты вот эту карточку Вот смотри У тебя есть 470 И 420 Ее просто ну сожми А откуда Тебе не настроено просто Значит где у нас мастер Вот это Ну делаем фил И не сработало Да потому что Потому что у тебя И лишние контейнеры здесь Зачем Нужно добавить Автолайл Для того чтобы Или что-то куда-то Сдвинулось Если это несколько элементов А тут один элемент Фотка не может Сама себя сдвигать Вот Автолайл Добавляем вокруг текстовок Чтобы при изменении Размера и количества Срок в первом тексте Второй смещался Но это ладно Либо если нужно С какой-то из сторон Добавить какой-то отступ Но у тебя же Автолайл Совпадает с начинкой Видишь у тебя Автолайл Абсолютно такие же отступы Как у самой фотографии Тогда спрашивается Зачем вот этот контейнер Который еще и настраивать надо Ну а если не настраивать Он мешать будет Поэтому удаляем его Чтоб его не было Все и теперь фотки Делаем фил По высоте фикс И теперь смотри Вот эту фотку Можно тягать Если бы у тебя здесь Не было кропа Не смотришь ты Наши полезные ролики К сожалению А кто смотрит Тот знает Что после того Как откропали фотку Вот что происходит В адаптивах Вот Нельзя кропать фотки Либо после того Как ты откропал фотку Надо нажать Ctrl-Shift-C А потом сразу Ctrl-V В первом случае Ctrl-Shift-C Мы забрали Вот это вот Откропленное окошко Как PNG А потом Пока она в буфере Обмена И пока у нас Выделен этот прямоугольник Мы сразу туда и вставили И у нас теперь здесь Откропленная фотка То есть вот этих ножек Уже нету Мы удалили После того Как вставили сюда Новую фотку И все И теперь вот эта фотка Вот она Она больше не растягивается Непропорционально И если тебе надо было Сделать Из 470 420 Просто берешь 470 Ты делаешь В 420 Это один мастер Если вдруг Тебе теперь надо будет Что-то изменить В мастере Например Цвет изменить Все отреагировало А у тебя Не реагирует Потому что у тебя Каждая карточка Это отдельный компонент Ты во-первых Тут это Сколько времени Невероятно Сколько тут времени На весь этот конструктор Потратил А во-вторых Оно же не работает Меняя в одной карточке Другие не реагируют Ну ты молодец Молодец Ну придумал Не ори никогда Вот так вот орать нельзя Особенно бесполезными именами Не ори Очень-очень громко Тут просто невероятных размеров Разные отступы Тут такой отступ Тут такое Что-то какая-то неряха Тут ладно Там 3 клика не сделано Оттуп Это можно было сделать одинаковыми Огромное все Если верстальчик не возьмет Все в свои руки И тут можно было Вот туда поставить Вот если верстальчик вдруг Не заметит Что тут приехал гигантизм А это стандартная история У тех Кто только начинает То конечно на сайте Будет все просто Невероятных размеров А это коммерческий проект И он судя по всему Будет огромных масштабов Огромных Надо все делать Ну сильно меньше Вот эти вот Орущие тексты Надо делать сильно меньше Вот это вот Можно было сделать Намно 30 Это заголовок блока Заголовок Ну где-то Отдельные блоки Нет Это просто табы какие-то Или это какие-то Ссылки куда-то Это не заголовки блоков Это не блоки Это все один блок Вот что можно было сделать 30 А это ну 20 Максимум 20 Вот у тебя нормальные ссылки Чем отличается кнопка от ссылки Тем что вокруг нее Есть прямоугольник Все Все отличия Почему у тебя Настолько огромные тексты Ссылки это делались нормальными А кнопки вон какими Не ори Не ори на людей Не ори Не надо так громко Не надо Цените момент И компонент Через компонент Настраивайте Генерируйте себе Свободное время Лайки ставьте Комменты пишите Если полезно было Каждого обняла Приподняла Кто находит время Поддержать канал Своей активностью Скоро увидимся Услышимся Филхок Кул Или прийти Посмотреть Поглазеть А загрузить Что там в носу такое А тут не нажимается В крестик Заставляешь целиться Круто Ну ты или крестик сними Или трусы надень Опять не то ляпнул Дальше на проводе Татьяна Сиськи прислала Ребзя Не подглядываем Нельзя дикпик в эфира А то трансляцию забанят Вот это я понимаю А отмечаем Сотый юбилейный фидбэк Сиськами Хе Продолжение следует...